здорово значит вопрос от подписчика на который ответить решил всем вам пусть все будет полезно что он пишет меня больше всего один страх мучает как ретироваться в случае отказа и как не потеряв лицо уйти к следующей это кстати очень распространенный вид страха страх потерять лицо страх что меня сам сольют что все увидят это что девушка запомнит как я лоханулся и так далее а давай разбираться значит для начала что я рекомендую сделать нужно договориться с собой о терминах и понятиях что значит потерял лицо для меня это какая-то театральная херня украшенная катастрофизации и всем прочим там потеря ты хоть раз реально терял лицо то есть такой с утра встаешь идешь умываться в зеркало смотришь чем смотришь это тоже вопрос а где лицо не было такого конечно не было невозможно потерять лицо и как например на моем тренинге практика то же самое значит люди используют какую-то деструктивную формулировку вот мужчина пришел на разборе рассказывает вот я начал к ней приставать я там начал до нее докапываться то есть ну типа знакомиться допустим я говорю подожди что ты начал гать ну я вот хотел с ней познакомиться игра как изначально сказал ну приставать но это фигня это не фигня в это эта формулировка связана с твоим отношением к себе в этом процессе получается ты мужик который идет к женщине проявляет инициативу к знакомству то сделает то что в принципе природой предусмотрено естественные процессы какие-то и возможно так будет что станет твоей женой матери твоих детей то есть ты будешь ее там обеспечиваются защищать всячески беречь чтобы твоя любимая женщина как бы ты несешь благо и получается что ты это формулируешь так я начал приставать я начал тот я на что-то представь как тебя запрограммировала вот это социальное программирование что ты так думаешь а это надо понаблюдать за собой да то есть типа вот как я думаю как я называю это это же не просто так это очень глубокий подход который мы используем на практике то есть а он очень эффективный пока вы думаете что вы делаете какую-то хернию деструктивную там антисоциальную пока вы думаете что вы можете потерять лицо так и будет хорошего результата ждать бесполезно если ты не можешь допустим самостоятельно с этим справиться и решить этот вопрос плюс промыть все мозги у нас стартует тренинг практика очередной заранее бронируй места пожалуйста группа потому что небольшая как всегда мы теперь делаем 10 12 человек плюс заранее стоимость будет ниже ближе к тренингу как обычно выше ссылка здесь под видео не можешь самостоятельно мы поможем тебе этот тренинг уже давно вышел за рамки тренинга только женщинах по сути тренинг личностного роста потому что как ты проявляешься женщинами это же показывает то как ты проявляешься в жизни здесь мужчина сказал что это бьет по самооценке значит надо разобраться из чего состоит твоя самооценка почему вообще это бьет по моей самооценке самооценка это что это как я сам себя оцениваю причем есть какая-то женщина возможно какая-то там невоспитанная какая-нибудь курица который каким-то странным образом может повлиять на свою самооценку ты ничего не перепутал то есть если это бьет по твоей самооценке давай проведем параллель вот ты бизнесмен ты решил открыть какое-то еще одно направление бизнеса или вложился в рекламу у тебя это не сработало ты хочешь стать чемпионом юси пошел по этому пути где-то ты в общем кто-то тебя победил ну вот пока ты не стал чемпионом юси ты хочешь получить повышение по работе идешь к директору и он может действительно отказать тебе по такой логике ты вообще в жизни везде сталкиваешься с тем что что-то может ударить по твоей самооценке ты можешь там потерять лицо как ты говоришь ну значит по такой логике надо сидеть на жопе ровно и ничего не делать правильно ключевое перестань уже относиться сам к себе как хрустальной вазе как каком-то нежному мороженому ты вообще мужик в конце концов или как да ты на каждом углу то есть любой адекватный человек то есть здравомыслящий он на каждом углу понимает что типа да жизнь устроена таким образом на каждом углу моя нежная самооценка может пострадать что теперь это и есть некий фильтр некий барьер фильтр для такого основного стада вот этой массы которая живет жизнью которых не устраивает зато их самооценка не страдает зато у них все в порядке они ничего не делают и у них все в порядке в любом случае когда ты собираешься что-то сделать это так или иначе будет шевелить твою самооценку здесь нужно с разных сторон работать самооценкой работать с пониманием как вообще это связано и осознавать что твои цели важнее мои желание сильнее моих страхов как у меня вот здесь вот написано и я в тысячный раз уже повторяю нету людей смелых там ты можешь говорить вот у них получается у него тот у него тот да нет людей смелых и храбрых есть все люди боятся всем людям неприятно просто есть те кто боится и делает есть те кто боится и не делает я предлагаю здесь назвать этот страх вместо того чтобы страх потерять лицо давай использовать термин страх быть отвергнутым незнакомой три раза подчеркнуто слово незнакомой женщиной незнакомый значит что а значит что ты не знаешь о ней ничего тогда получается с чего это вдруг ты незнакомого человека наделил какой-то ценностью и какой-то вот не знаю какой-то там нимб на него повесил то есть ты понятия еще не имеешь вообще человек достоин того чтобы как бы быть ценным в твоих глазах или нет тут вообще не должно быть ее ценности в твоих глазах потому что она тебе незнакомая женщина это не твоя мама за мнение которое тебе ты можешь переживать значит по итогу я бы назвал этот страх так у меня есть нелепый глупый страх быть отвергнутым незнакомой женщиной заметь какая разница страх потерять лицо или нелепый глупый бессмысленный страх быть отвергнутым незнакомой женщиной попробуй начать хотя бы с этого вдалбливая себе в голову именно такую формулировку как ретироваться тут человек спрашивать никак она сказала нет вот стой там и вот будь в этом страхе только перестав бежать из него до от чего-либо ты можешь понять что на самом деле это не страшно то что тут автоматически у тебя реакция срабатывает этот автоматизм что надо бежать господи на как я уже рассказывал ранее да у меня там запомнился один случай на индивидуальном тренинге когда мы зашли с мужчиной в магазин женского белья там такого элитного и за девушкой чтобы он там с ней познакомился она ему отказала как достаточно резко и он начал просто стоять рядом перебирать вот эти вот там трусики бюстики чулочки на соседней полке как будто он за этим зашел то есть его страх вот потерять лицо да вот здесь он был настолько сильным что и вообще не заботилась что а как это выглядит страны когда он стоит перебирает какие-то там трусы но для меня вот это было бы глупо если честно поэтому любая мысль что надо сваливать или любая мысль что надо замаскировать этот страх она приводит только к его усилению и я миллиард раз тоже повторяю что нет никакого антипосыльного спрея когда меня раньше спрашивали как мне вот пережить этот отказ никак взял был бы спрей да набрызгался и таблетку проглотил такой все равно нету этого здесь допустим хорошо подойдет вот этот метод парадоксальной интенции почитай про него в интернете загугли не хочу сейчас тратить на это время я уже про него тоже говорил когда нужно специально сознательно вызывать этот страх играть не я щас недостаточно боюсь здесь подойдет вот этот вот вот это упражнение допустим 20 отказов за 30 минут там или за час когда ты идешь не знакомиться не собирать телефона идешь лишь я сейчас соберу 20 отказов я хочу их собрать у тебя цель услышать нет у тебя цель была быть отвергнутым все что угодно кроме изначально неправильного вопроса себе как ретироваться в этой ситуации чтобы не потерять лицо все что угодно и ты даже не представляешь как легко можно избавиться от этого страха если от него перестать бегать и как говорится тренер нашего проекта юрий окунуться в этот дерьмо с головой просто это очень быстро пройдет это вообще гребаная иллюзия потому что ты мужик ты воин ты созидатель ты добытчик и ты боишься что какая-то курица это вообще ну если по-хорошему неизвестная тебе женщина возможно которая тебе совсем не подойдет ее ценности будут разниться с твоими ты боишься что она тебе откажет но это же диссонанс это полнейшая чушь вообще ты все перепутал это полнейшая иллюзия тебя обманули это то же самое как эти блохи которых постав положили в банку закрыли крышкой потом убрали крышку этот эксперимент известный опять же который если ты еще не видел посмотри где-то в интернете крышки нет а блохи выше крышки выше этого уровня не прыгают его не существует он только в твоей башке и поэтому еще раз если ты не способен перешагнуть этот страх самостоятельно я вместе с моей командой всегда готов тебе помочь тренинг практика ближайшие группа набирается оставляя заявку кем бы ты ни был в каком возрасте бы ты не находился ком статусе ты бы не находился мы ждем тебя там за четыре дня мы все исправим приходи